Семья На алтаре горит огонь Духа Святого. Кто-то слышит? И некоторые пастора задают вопрос, как, 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 чтобы огонь горел? Семья-формула очень простая. Служи детям Бога, возвращая их назад домой. Аминь? Боже мой! Перестаньте концентрироваться на себе, служить телу Христа, тем, которые нуждаются в Боге, и огонь будет гореть всегда. Вы готовы немножко покушать? Два часа уже прошло. Ну ничего, нормально. Вы сами знаете, у нас, когда энкаунтер проходит, у нас служения затяжные. Но вы же знаете, что вам никуда спешить не надо. У нас внизу приготовлен очень хороший стол. Поэтому просто сейчас покушаешь духовно, потом покушаешь физически. Сегодня я хочу говорить об очень фундаментальной теме семья, очень серьезная мысль. Тема, которая, опять же, нужна людям, в Боге. Перед тем, как я пойду в название темы и углубимся туда, давайте поприветствуем всю нашу интернациональную церковь, аудиторию, нашу глобальную семью. Так, тема очень интересна. Она называется «Зрелость». Бог мой, как много незрелости в теле Христа. Семья, вы хотите сегодня углубиться именно туда, что есть духовная зрелость, настоящая зрелость? На примере Иисуса Христа, на примере библейских моментов я вам объясню и покажу, что есть духовная зрелость. Давайте сегодня задумаемся, семья, просто задумаемся, что же есть на самом деле духовная зрелость. Вы готовы послушать? Я вас уверяю, семья, я не потрачу ваше время, вы сегодня что-то для себя возьмете. Ой, я. Сегодня я дам некоторые ключи и открою некоторые тайны, которыми я не делился никогда и ни с кем. Я вам хочу открыть просто вот этот секрет, что значит движение всегда в огне, в силе, не сгорая, не выгорая. На протяжении времени, когда я поднялся Богом в 2005 году, и мы движемся с вами по сей день, я видел много людей, которые поднялись и сгорели. И я хочу сегодня подарить ключи, эти ключи телу Иисуса Христа, чтобы на примере просто четкие некоторые вещи, истины, которые ты должен понять, помогут тебе уберечь себя. Итак, зрелость, во-первых, это понимание того, что все мы нуждаемся в питании. Сейчас начну закладывать фундамент, дайте мне немножко время, сегодня вы что-то возьмете. Итак, первое понимание, что мне нужна пища. Пища не только для нашего тела, но пища для духа и пища для души. Вы знаете, чем дети отличаются от взрослых людей? Тем, что проблемы детей решают взрослые, а проблемы взрослых решают сами взрослые. Просто сейчас возьмите это на заметочку, мы двигаемся дальше. Настоящее созревание личности начинается именно тогда, когда мы начинаем постепенно переключаться из внешних источников питания на внутреннее. Самое первое, как определить незрелого или полузрелого человека. Что извне ты получаешь для себя? Я не говорю физическую пищу, я говорю сейчас о духе и о душе. Другими словами, чем больше я потребляю извне, тем менее я зрел в духе. Кто-то понимает этот концепт? Я не говорю сейчас, ты получаешь какое-то откровение, сейчас не об этом. Твоя повседневная жизнь, людям, которым всегда нужна внешняя помощь. Помолитесь, придите, скажите, поддержите. Кто-то понимает? Чем более ты являешься этой личностью, тем менее ты можешь быть употреблен небом, так как ты не питаешься из неба. Ты в постоянном поиске кого-то, кто решит твою проблему или кто является причиной твоей проблемы. Кто-то слышит меня? Один из факторов зрелости – это абсолютно отсоединиться от всех внешних источников. Настолько отсоединиться, что все, что я делаю, получаю, ты начинаешь потреблять изнутри, подпитываясь самим небесным Отцом. Кто-то слышит это? Один из моментов, как распознать зрелую личность. Он ничего извне не нуждается ни в чем, не ищет ничего и ничего не преследует. Такие личности выглядят странно. За них никто никогда не молится, им в жизни никто никогда не пророчествует, потому что они не нуждаются в пророчествах, они не нуждаются в этом, за них никто не молится за исцеление. Он гордый. Нет, он зрелый. Второй момент зрелости – это познать, что плоти кровь в реальности ничего не может дать тебе того, что Бог может дать тебе в два раза больше и лучше. Но человека искать легче, чем копать свой собственный источник. И вот почему большинство людей в церкви абсолютно и тотально на игле помазанников. Тишина, а меня не будет, знаю, знаю, знаю. Тема для зрелых, для зрелых. Игла помазания, а не наркоманы помазания. Вы со мной, вы со мной, вы со мной. Я еще даже не начал по вам на тракторе кататься. Вы только еще, мы только разогреем двигатель. Я только сейчас танк прогреваю. Сейчас поедем. Сейчас поедем. Семья. Бог хочет, чтобы ты был тотально и абсолютно зависим только от единого источника. Его. Все, что ты проходишь в жизни, это только для одной вещи. Чтобы ты тотально разочаровался во всех людях, даже если они помазаны. Когда ко мне подходят люди, я этому больше не верю. Этого я больше не слушаю. Я говорю, наконец-то Бог до тебя достучался. Ты перевел его из Бога просто в человека. Что делают дети? Дети возводят каких-то дядь, теть в позицию суперменов и супервумен. Потому что это дает тебе возможность теперь питаться от них и сваливать все на них. О, как мы все хотим двигаться сами. Но чтобы двигаться самим, это чего-то будет стоить тебе и мне. О, сегодня мы куда-то пойдем в церковь. Мы сегодня затронем два главных фактора. Два фактора созревания. Твоим источником, первый, и мы пойдем в оба, первый, твоим источником должен быть только небесный отец. Это значит, как мне Бог объяснял, это значит, ты не имеешь права запитываться из чужой силы, если она не Божья. Всякий раз, когда ты получаешь что-то, что может Бог дать и хочет дать, мимо Него, это говорит о том, что ты подключаешься к чужому источнику, к иному источнику, не к Богу. Когда ты младенец, Бог это позволяет, младенцам можно, но когда ты начинаешь созревать, Бог хочет перевести тебя только и сосредоточить абсолютно только на себе. Окей? И так, второй момент, о котором мы сегодня затронем, это не преследовать и не пытаться достичь что-то, в чем нет воли Бога на данный момент. Второй момент, не пользоваться своей силой. Кто это понимает? Очень важно, семья, две ноги зрелости, которые ты должен выучить. Первое, я не потребляю иную силу. Я никогда, второе, я не потребляю никогда свою силу. О, я вам докажу сегодня из Библии много вещей. Вы сегодня что-то возьмете для себя. Вы знаете, когда служения сгорают, молитвы сгорают, пробуждения сгорают? Знаете, когда? Когда люди всю силу для движения и для того, чтобы удержать эту славу, черпают из себя же. Что такое черпать силу из себя? Это когда я хочу больше из-за своих амбиций, чем Бог. Кто-то аминь, можно сказать, аминь. Это значит, у тебя хотелка больше, чем у небесного Отца. Это значит, я хочу пробуждения. Бог говорит, подожди, я сейчас строю очаг. Но я хочу. Подожди, я сейчас строю команды. Но я хочу. Я сейчас буду ехать и требовать и просить и подставлять свою голову. Я хочу. Кто-то понимает, что такое двигаться из... Что такое двигаться из себя, а не из Бога? Ты должен иметь очень серьезный баланс. Это значит, я питаюсь только от Бога. Никакой человек мне не может и не должен ничего давать, когда я в зрелом возрасте. Я ничего не жду от человека вообще. Второе, в эту позицию человека вхожу и я. Сколько я знаю служений и призваний людей, которые все хотят в своей церкви, служений, министре, больше, чем Бог. Позволь натуральному процессу вырастить тебя, оттренировать тебя, сделать тебя крепким. Потом ты будешь способен держать вес призвания. Потому что когда Бог готовит тебя к призванию, Он не готовит тебя на один год, Он готовит тебя на всю твою жизнь. Это значит, ты должен способен не только золотую медаль получить, это значит, ты ее должен защищать и удерживать до конца своей жизни. Итак, вопрос, христианин, ты хочешь быть вспышкой или хочешь стать частью культуры? Ты хочешь быть временным или постоянно? тебе выбирать. Вспышек вокруг во! Я вам могу из 2005 года до этот год сейчас написать целую книгу о вспышках, которые мы видели, слышали, но их больше нет. И я умолял Бога, чтобы это с нами не произошло. Я хочу иметь ту же силу, с которой я начинал, только я хочу еще иметь больше, глубже, мудрее и сильнее. это говорит о том, что твое движение не будет таким быстрым, но твое движение настолько будет стабильным и качественным, ничто не будет способно сдвинуть и изменить тебя. Ты хочешь иметь силу, долгосрочность или ты хочешь просто сделать один бросок, засиять, как сгорающая звезда и за тебя через неделю забыли? Это не то, для чего Бог поднимает своих сыновей и дочерей. Он поднимает тебя гореть, чтобы ты никогда не сгорал, потому что источником твоего огня является не куст, а является он. Дбуш. Не куст, но ты. Вы здесь? Итак, если внимательно изучить искушение Иисуса Христа Люцифером в пустыне, то там мы замечаем абсолютно два фактора. Сейчас слушайте мне внимательно, это фундаментальная истина. Мне очень нравится ковыряться в местах, особенно в тех, в которых церкви кажется, что они знают. Самые огромные глубины и тайны кроются в тех местах, в которые ты не читаешь, потому что ты их знаешь. А я тебе бросаю вызов перечитать те места, которые ты думаешь, что ты знаешь, и ты увидишь абсолютно другие грани силы и мудрость в них, которые ты не видел. Итак, помните два фактора, о которых я сказал, о которых мы поговорим? Я никогда не пользуюсь чужой силой. Мне помощь от тебя не надо. Ты не поднимешь меня туда, куда меня хочет поднять Бог. Мне не нужна твоя помощь. Сколько сделок сейчас в церкви? Сколько после энкаунтера мы видели сделок? Один парень сказал просто, ему сказали, отрекись от энкаунтера, и мы разрешим тебе играть на клавишах, и мы тебе купим самые современные клавиши. Он отрекся от энкаунтера, настоящая, здесь все это история. Ему купили клавиши, ушел огонь, ушла слава, и он ушел тоже. Кто-то понимает? Сделка. Ты хочешь Бога? Вот у меня вопрос тебе. Ты хочешь Бога, или ты хочешь последствия, в которых Бог есть? Ты хочешь действительно огонь в костях, или имитировать огонь в костях для тех, кто на тебя смотрит и слушает? Слушай, какой классный вопрос. Зачем иметь айфон, который стоит полторы тысячи, когда на Али экспрессе продается за 150 долларов подделка 14-го айфона? Когда ты покупаешь не полторы тысячи, а покупаешь за 150 баксов, ты всего лишь говоришь людям, что у тебя что-то есть, но ты живешь в андроидовской лжи. Мы туда не пойдем, потому что сейчас церковь разделится над Балаги, Apple, Microsoft, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Мы туда не пойдем, мы принимаем все операционные системы. Это не наша цель. Но о чем я говорю? Когда ты покупаешь подделку, это все, что ты делаешь, ты всего лишь покупаешь упаковку, которая выглядит, но не является. Чтобы выглядеть, много сил не нужно вообще. Но чтобы являться кем-то, тебе нужно отдать всю жизнь для этого. А там совершенно другая цена. Точно так вот, как один к десяти. Настоящий телефон к подделке. Итак, два фактора искушения Иисуса сатаной в пустыне. Внимательно, когда вы читаете, я сегодня это место читать не буду, вы все знаете, перечитывали сто раз. Сегодня просто поговорим о главных моментах. Итак, первый, сатана вынуждал Иисуса пользоваться его помощью и его силой. Слушайте внимательно. Один из моментов, который вы четко заметите, который произошел именно там, в пустыне, он говорит, поклонись мне и я дам тебе, запитайся от меня. Никаких других. Только эти два фактора. Сейчас слушайте дальше. Итак, первый, сатана говорит, я могу дать тебе, пользуйся моей силой. Второй момент, он вынуждал Иисуса пользоваться силой его. Если ты сын Божий, сколько сейчас людей, пасторов, служителей искушены именно этим? Сделай эти камни хлебами. Минуя воли Бога, минуя сезона, если сделай. Итак, искушение в пустыне разделяется на две вещи, и я на них очень внимательно обратил внимание обратил на них. Первое, пользуйся своей силой. Иисус сказал, нет. Второе, дьявол предложил ему пользоваться силой извне, силой духа этого мира. Семья, пожалуйста, забудьте сейчас сатана. О сатане никто не поклоняется, и никто его силу не использует как силу сатаны. Сейчас внимательно. Я сейчас бросаю тебе вызов заменить слово сатана на слово пользоваться силой духа этого мира. Пользоваться иной силой. И вот здесь попадаются намного больше людей. Потому что мы будем использовать фишки этого мира для того, чтобы достичь христианских целей. Вот это и есть использование силы Люцифера. Кто-то понимает? А, цель. Ну как, вам нравится, как мы сейчас на танке катаемся? Как хорошо проходимся. А что такое цель «Стоп!» Иисус отрекся использовать две эти силы. Он отрекся использовать свою и отрекся использовать чужую. И каждый его ответ был «Бог, Бог, Бог». Кто-то слышит? Ты хочешь быть зрелым? Научись, как не употреблять ни свою силу, ни чужую. А что же мне делать в этом случае? Дозреть до собственного питания из твоего дерева жизни. Это говорит о том, опять же, семья, я не могу вас учить об этой теме, если я не прошел этот процесс. Я знаю, о чем я говорю. Сколько раз было, сколько было искушений, а я сказал, не выйду, пока от тебя не получу. Мне все равно, я не использую ни свою силу, ни чужую, только твое, Иисус. Это значит, что если сейчас тишина, я не буду воспроизводить вид движения Бога. Я буду сидеть и буду молчать. Но это непопулярно. Сейчас шуршат там, шуршат тут. А мы не шуршим, мы ждем силу Бога. Почему? Потому что я когда... У меня с Богом один завет. Хотите его знать? Все, что ты мне дашь, я хочу пронести и удержать до конца моей жизни. Это значит, что все, что я получил от начала своего призвания, до сих пор удержано мной. И я отказываюсь получить что-то всего лишь на сезон. Я отказываюсь. Оно становится частью моего ДНК, и я несу его до конца моей жизни. Сколько людей соглашаются сейчас жить временными вспышками, откровениями и чем-то популярным. семья, я хочу иметь огонь в моих костях до конца моей жизни. Кто-то слышит? Я хочу иметь глубину учения и мудрости Иисуса Христа до конца моей жизни. Да, у меня нет много, но все, что я имею, я никогда никому не отдам. За это отдана жизнь, туда положено все. Для меня то немногое, что я имею, стоило всего. Семья, я не размениваюсь на дешевые вещи, которые сегодня есть, а завтра их нет. Для меня культура, наследие и долговечность дороже популярности. О, готов ли ты пожертвовать популярность ради того, чтобы в конце своей жизни стать отцом поколения? О, кто-то услышал, насколько я глубоко сейчас это сказал? О, некоторых это мимо ушей прошло, потому что кто-то хочет миллион лайков сейчас, а мне миллион лайков не нужно вообще. Мне нужно пронести имя и силу Иисуса Христа до конца моей жизни. Делать это настолько долго, делать это настолько долго и настолько постоянно, что это станет частью культуры, и мы родим иное поколение для Бога. Кто-то слышит? Вспышки не рождают поколения. Вспышки развлекают поколения. Но когда ты отдаешь Богу жизнь для того, чтобы действовать, ты поднимаешь поколение, а это время. Ты хочешь быть зрелым? Да готов ли ты идти, и идти, и идти опять? Вокруг тебя падают, ты идешь, вокруг тебя валятся, ты идешь, ты идешь, ты идешь, и идешь. И скорее всего и тех, которые вспыхают сейчас, забудут, а мы будем тихонечко, идем, ежик, идем, белочка, пошли, черепашку, подождем, черепашку, всех подождем, подождем, зайчики поскакали, поскакали. Потом ты доходишь, доходишь до того места, где, блин, а там уже шкурка и кости лежат. И я помню, я помню, это зайчики, я их помню, я лицо вот вижу, и я такой, черепашки, не обращайте внимания, ежик, не спеши, нормально, обходим, обходим, обходим это движение, обходим, обходим, идем дальше, идем, идем, пастор, а вот, и опять смотришь, кто-то полетел, пророческий орел, полетел, полетел, блин, полетел, пролетая, насрал, и ты такой, и ты такой, блин, и они такие, пастор, орел улетел, блин, и они, не переживайте, скоро мы и орла увидим, идем, Смотришь, через пару лет, а там клюв уже лежит где-то. Семья, я не хочу прыгать и летать. Я хочу быть движением моего поколения. Кто-то слышит, о чем я говорю? Ты хочешь быть любовником или мужем? Любовник просто трахнулся и улетел. Извиняюсь за прямую речь. Но муж, он живет со своей супругой и воспитывает своих детей. И он там, пока поколение вырастет. Итак, банальный вопрос для всех пробудителей. Ты хочешь быть любовником или мужем? Ты хочешь быть любовником или отцом? Извините, прямой текст. Такая жизнь, вы меня знаете. Мы всегда называем вещи своими именами. Иисус победил в пустыне сатану. Тем, что он не вздумал и даже не попытался попользоваться чужой силой и своей силой. Он просто сказал, сколько надо, столько надо. Потому что сейчас вырабатываются качества моего сердца, которые мне нужны будут попозже. А я не знаю, что мне нужно будет попозже, церковь. Я знаю, что если сейчас прохожу через этот ад, это значит, да, меня сейчас бьют не потому, что я что-то заработал, а потому что, куда я иду. Я тренируюсь не для сегодняшнего дня. Я тренируюсь для поднятия моего поколения. Я держу свою жизнь в чистоте, в моральной чистоте, в духовной, политической, в религиозной чистоте абсолютно, потому что я знаю, куда я иду. Потому что через 40 лет, когда ты становишься отцом, поднимается вся твоя жизнь. Поэтому я сейчас смотрю на свою жизнь с окончания моей жизни. Кто-то слышит меня сейчас? Если бы понимали, что я сейчас сказал. Я сейчас не здесь. Я сейчас в Омеге строю свою жизнь с Богом, чтобы, когда я буду физически там, вся жизнь была чистая. Не глубоковато для воскресенья. Вы кушать хотите, нет? Нормально? Я вам серьезно говорю, семья, я не потрачу ваше время. Сегодня очень зрелая тема, которая называется зрелость. О, мы хотим. Что действительно ты хочешь? О, меня до сих пор не продвигают. Когда тебя продвинет Бог, почему Он тебя тут не продвигает? К примеру, я не говорю тут, я говорю вообще не продвигает. Потому что то, где ты хочешь продвинуться, это для Бога слишком мелко. Он хочет тебе поднять над всем этим, позволишь ли ты ему это сделать. Бог мой! Бог меня в этом маленьком детском садике тут не дают на лошадке покататься. Я так хочу для меня одна мечта, просто сесть на лошадку и покататься. И все детки в детском садике глядят. О, смотри, какие у нее туфельки красивые. Смотри, какой у нее родницы красивые, какие у нее... На лошадке она катается. Смотри, какие у нее бантики красивые. Это все, что ты хочешь. Бог говорит, зачем тебе этот детский сад? Я когда подниму тебя, дай мне время, все детские сады через 40 лет будут учиться у тебя. Ты не будешь воспитанием детсада, ты будешь воспитателем поколения. Кто-то понимает? Бог мой, ну сколько мало людей хотят поддаться процессу. Потому что им сейчас хочется. Забудь свое хочу сейчас. Вкладывай в будущее. Смотри не на сегодняшний день. Слушайте меня внимательно. Смотри сейчас не на сегодняшний день. Смотри со стороны на твой день. Смотри издалека на то, как ты идешь. Мне Бог один раз такую вещь сказал. Представь, ты пишешь книгу своей истории. Как бы ты ее написал? Я говорю, я бы вот так ее написал. Говорит, вот так и пиши. Другими словами, семья, каждое решение, мое решение, которое я сейчас делаю, я не делаю из сегодня, я делаю из окончания жизни, как мудро написанную историю. Кто-то понимает? Пиши свою историю жизни не из сегодня, а из окончания. Так ты будешь писать ее идеально с Богом. Вы для себя что-то берете сегодня? Нет? Нормально? Чуть-чуть берем? Смотри. Итак, Иисус победил сатану, именно отказавшись от этих двух факторов. Семья, именно это и есть духовная зрелость. Заметьте, именно после этого экзамена Иисус выходит в великой силе, и его узнает вся нация. Я сокращу, я эту мысль сейчас сожму. Можете представить, все, над чем Бог трудится, мы все сейчас в нашей пустыне, отказываемся от двух факторов жизни. Пользоваться силой мира и пользоваться собственной силой плоти. И когда ты сдашь экзамен, именно вот эти два фактора, ты увидишь, что с тобой начнет происходить. Вы думаете, нас, весь мир, узнал нечаянно? За нечаянно бьют отчаянно. Семья, поймите, никаких нечаяностей в Бога нет. Когда Он тебе дает имя, это значит, ты способен нести Бога. И двигаться, больше не двигаться из своей силы никогда. Мне противна помощь людей. Поймите, я не говорю там накачать колесо. Помощь людей в делах Бога в моей судьбе. Кто-то понял, о чем речь? Фу! Как-то ко мне подошли и сказали, выходи на наше радио, мы сделаем тебя еще известнее. Я говорю, знаешь что, я сейчас на тебя напишу статью, и я сделаю тебя известнее. Я посмеялся. Семья, можете себе представить, сколько сделок мир хочет дать тебе? О, Боже мой, сколько я контрактов не подписал с Семья, вы не представляете? Сколько вещей я отрекся, потому что я не хочу вспышек. Мне интересно, куда Бог меня поведет, а не человеческая похоть. Знаете, почему я люблю именно силу Бога? Потому что я влюбился не в результат. Услышьте меня, я влюбился в процесс. Знаете, кто в спортзале? Накачивает мышцы. Тот, кто не накачивает мышцы. Тот, кто просто влюбился в процесс и точка. Ты хочешь стать сильным в Боге? Ты хочешь гореть в окне? Полюби процесс тайной комнаты. Бог мой, влюбись в Него без ума. Сойди с ума на Нем. Бог мой. Хотел что сказать. Держусь. Вы понимаете сегодняшнюю тему? Забудь за свой быстрый результат. Влюбись в процесс. И именно эти люди становятся чемпионами. О, я вижу в спортзале людей, которые хотят накачаться. Мне их жаль. Потому что они сегодня есть и завтра их больше нет. И они до конца своих дней платят просто, знаете, это, вот этот мембершип, как он называется, взнос за свой абонемент. Почему? Потому что люди не поняли. Чтобы стать чемпионом, нужно любиться в процесс, а не в результат. Ты хочешь, чтобы молитва работала? Перестань молиться, чтобы получить, молись, чтобы наслаждаться. И ты увидишь, как этот процесс приведет естественно тебя в твой результат. Кто-то слышит? Ты хочешь, чтобы что-то в твоей жизни поднялось, выросло, стало успешным. Перестань искать этот успех. И полюби процесс движения. Кто-то понимает меня? Семья, вы со мной? Пожалуйста, я прошу вас, попросил Бога, не тратьте ваше время. У нас его мало. Если инвестируешь свою жизнь, умоляю, инвестируй в что-то, что будет иметь значение в Омеге, в окончании твоей жизни. Не трать свою жизнь. Не трать свою жизнь. Иисус вышел в публичное служение, когда сдавал эти два экзамена. Бог поднимает сверхъестественную церковь. Но чтобы это произошло, должны подняться зрелые сыновья, которые тотально отсоединены от системы под названием нужда, недостаток и нехватка. Знаете ли вы, что в Боге у тебя нет нехватки и недостатка? Ты имеешь по своему возрасту именно столько, именно тогда, когда тебе нужно. Так работает Небесный Отец. В тот момент, когда у тебя появляется похоть, это значит, ты захотел что-то, что Бог тебе не желает дать. Ой, сейчас я на танке еще и назад проедусь. И туда, и назад. Так я хочу. Закрой рот. Сядь на диван и успокойся. Бог должен больше хотеть, чем ты. Это значит, что я готов. Но Он должен хотеть больше, чем я. Он должен выстроить дорогу. И тогда, когда я вижу дорогу, нормально идем. Поймите, это не о том говорится, что я не делаю шаги веры. О, я делаю шаги веры, я наслаждаюсь верой. Я не делаю шаги тупости. Я не делаю глупости в своей жизни. О, я. Именно здесь должна включиться вот настоящая вера. Потому что Богу без веры невозможно угодить. Один из фундаментальных законов царства. Вот она в чем. Поэтому, если в этом воля Бога, то абсолютно все необходимое для совершения этого будет дано тебе. Сейчас у меня нет ни в чем нужды, что мне нужно делать и для чего я призван. Как только начинается момент, где Бог хочет вести меня дальше, Он дает ресурсы для того, чтобы я сделал этот шаг. Кто-то понимает? Другими словами, Он расширяет. Я не делаю ничего. Иисус говорит, если не вижу Отца Творящего. Это значит, перед тем, как мы начинаем сбор на здание, к примеру, мы собрались с нашей главной командой, и мы все в духе уже были здесь. Мы поняли, что Отец уже двинулся. Мы еще раз помолились, еще раз попросили Бога забрать, если не наше. Мы не хотим играть в игры. И мы опять себя видим здесь. Мы видим себя здесь. Мы чувствуем, это наш дом. Это наша земля. Я точно знаю, как себя чувствовали израильтяне, когда зашли в обетованную землю, которая еще была оккупирована. Слушайте, оно еще не наше, но оно уже наше. Богу просто нужна кучка ненормальных, которые просто сделают шаг. Семья. Так во всем, во всем. Ты будешь делать маленькие шаги, кто-то делает большие шаги. Это все по возрасту, но это все шаги веры. Но как отличить шаг веры от шага тупости? Шаг веры делается, когда Бог тебе несколько раз говорит, показывает, и ты чувствуешь, оно горит в твоем сердце. Шаг тупости, это ты хочешь доказать всем остальным вокруг, ты тоже не лыком ше. Вроде, видимо, делаются одни шаги. Просто один шаг из мудрости, другой из тупости. Если бы тебе было все равно, как на тебя смотрят, ты бы не тупил в своей жизни. Или, скажу точнее, менее тупил. Потому что тупим мы всегда, это натура у нас такая. Что сделать с этим не может. Маленькие тупости, это нормально. Глобальная тупость, это плохо. Библия переполнена этими историями семья. Как Давид победил Голиафа прощой. Пожалуйста, не думай, чтобы тебе завоевать этот мир, нужно пользоваться их советами, их форумами, их инвестициями. Бог берет обыкновенного Давида, мальчика, и обыкновенной прощой побеждает армия. Когда Бог призывал Моисея, он берет из-за пастушьего посоха, которым он уравнивает весь Египет. Семья, поймите, что методы у Бога абсолютно другие. Ты должен поверить и довериться Ему. И опять и опять говорю, доверься процессу, не спеши, не будь зайчиком. Потихонечку, по чуть-чуть. Во-первых, у меня есть возможность изучить их опыт, который был, кстати, очень короткий. И не делать ошибки, потому что мой путь был усеян зайчиками и белочками. Потому что они просто не хотят идти через процесс. Я заплатил. Такое бывает. Поймите, дорогие, чем больше личность питается из внешних источников, тем больше эта личность зависит от внешних факторов. Семья, вот просто я бросаю тебе вызов. С этого момента, просто когда ты ищешь Бога, не размениваясь на ответ человека, когда ты задаешь вопрос, жди ответа, не важно, сколько ответ будет идти, буду сидеть и буду ждать. И никакого другого ответа я не признаю. Пастор, пророк или молитвенник всего лишь может подтвердить ответ Бога, но никогда не должен дать его. То есть моя позиция, как сына Бога, не вести тебя, а объяснять и показать тебе, что мы идем на верном пути вместе, подтверждая тебя. Одно из уникальных пророческих элементов моего служения, люди меня боятся, потому что они говорят, откуда ты проповедуешь то, о чем мы вчера все говорили. Мы тебе об этом не звонили. Потому что, когда ты не только учителя, пророк, я считываю информацию во время того, как я проповедую. Кто-то понимает, о чем я говорю? Тишина такая на стол. Все пророки ее ощущают, вы просто неправильно ее используете. Потому что людям кажется, что это, о, что это такое, о, Господи, я согрешил, о, что это за мысль залетела, а ты всего лишь проекцию в зале считываешь, просто будь мудрым. И когда Дух Святой научил меня, он говорит, сынок, очень будь внимателен, и он учил меня пошагово считывать информацию из зала и выдавать ответы Бога. Кто-то понимает? И что происходит в этот момент? Твоя проповедь превращается в манну. Я сейчас объясню, что такое манна в духовном переводе. Но твоя проповедь становится манной. Манна написано, что все получали именно то, что им нужно. Они не переедали, Библия говорит, и не недоедали. Они получали ровно столько. Другими словами, если ты слышишь зрелого учителя, ты всегда съешь то, что нужно только тебе и в том количестве, которое тебе надо. Почему? Потому что зрелость человека, который движется в слове, позволяет двигаться только в силе и славе и мудрости Бога. Ты со мной? Поверьте, проповедь сейчас уже будет укорачиваться, я кушать хочу. Эта проповедь духовная зависит от физических факторов моего желудка. Но то, что я хочу сказать, я скажу. Итак, другими словами, кто-то другой управляет твоим счастьем, если ты питаешься из внешних источников. Другими словами, знаете, один раз Бог мне сказал, сынок, почему ты недоволен? И я, будучи еще, знаете, младенцем во Христе, начал высказывание про людей, которые лишили меня этого, обидели меня здесь, сделали мне плохо. Другими словами, вот это они. Бог говорит, я хочу настолько тебя отсоединить от них, что они больше никогда на тебя влиять не будут. Ты будешь единственным источником счастья иметь только меня. Все. Ты можешь меня сейчас обматерить или преклониться перед мной, как перед Богом. Мне абсолютно не имеет никакого значения, потому что я знаю, что я никогда не питаюсь внешними источниками. Те люди, которые слишком хорошо реагируют на похвалу, очень радикально реагируют на проклятие. Почему ты собираешь комментарии, лайки, сердечки, похвалу? Потому что ты питаешься внешним источником. И чем менее человек доволен собой, тем больше он блогер. Уроним микрофон прямо здесь. Кто-то услышал эту очень неглубокую мысль? Чем менее я счастлив и запитан от Бога и имею наслаждение, тем больше я подсажен на все, что я выставляю для тебя, потому что это не я, это то, что я хочу иметь. Счастливые люди настолько счастливы, у них нет времени, чтобы выставлять это счастье. Они наслаждаются счастьем. И все блогеры сказали «Аминь». Попали, попали. Некоторые попали. Кто-то другой управляет твоим счастьем, кто-то другой виноват в твоих неудачах. Бог просто меня остановил. Он говорит, «Сын, остановись!» Никто не виноват в твоих провалах и ни от кого не зависит твое счастье. Все это зависит только от тебя и твоего мышления, освященного кровью Христа. Вот только что была девушка здесь. Только что девушка свидетельствовала после женского энкаунтера, которая говорила, «Девять энкаунтеров я все время освобождалась и потом получила истину и истина ее освободила тотально и полностью». Так кто же виноват в ее несчастье? Мысль, которую она приняла извне и сделала своей частью ДНК. Итак, чтобы быть свободным, ты должен познать истину. А истина и делает тебя свободным от всех факторов и помощи. Ты должен быть независим. Три года назад у нас где-то в районе упало огромное дерево и порвало кабеля и у нас вырубился свет. И вы знаете, мы сидим день около камина хрен 2, а потом третий день закатания зубов, лежание в одеялке с фонариком. Ну машина -то ездит, я выезжаю, думаю, что это за такой отвратительный дом в нашем районе, в котором свет не выключается. Я думаю, почему у них все горит и так нагло горит даже тогда, когда не надо чтобы оно горело, оно горит. Даже злые звери даже не экономят. А потом я проезжаю около этого дома А я смотрю, у него вся крыша в этих, знаете, в световых панелях. И Дух Святой мне говорит, вот так нужно отключаться от внешних факторов. У тебя на твоей голове должна быть твоя собственная панель, которая связывается с Царством Бога. И меня абсолютно кабели этого мира не волную. Я нагло хожу в славе каждый день. И даже, блин, не экономлю. Я в огне Бога хожу постоянно, потому что никто, ничто, ни войны, ни инфляции, ни политика, ни наш спящий президент не виноват в моем счастье. Бог мой, церковь очнись! И да просветит твои мозги, Христос! Человеком-то особо помазано получается. Но сегодня тема такая. В следующий раз будем поспокойнее. Я вообще не гарантирую, я ничего не гарантирую. Может, в следующий раз будет еще хуже. Смотри. Бог преподал мне этот урок до того, как я вошел в мое призвание семья. Бог даже не дал мне выйти на служение, пока я это не понял. Он мне просто сказал, вопросы задавай только мне. О помощи проси и защите только меня. Комфорт, исцеление и покой ищи только в моем присутствии. Он сказал мне, только я абсолютно должен быть во всем твоим источником. И здесь начался, просто началась жесть в моей жизни. Семья, я даже не знал, насколько я был подключен к факторам мира. Все, чем я занимался, обладал, делал, пытался достичь, все было подключено к внешним источникам. О, это была операция на открытом сердце. Это просто действительно была операция Бога. Он меня учил, да не зависишь ты ни от чего. Говорю, не зависишь. Ты не зависишь ни от чего, сын. Только я источник, только я источник. И Бог мне говорил, читай псалмы, читай псалмы. И опять псалмы, опять псалмы. Вокруг Давида там кошмар, капец и погреб. А он живет в счастье, он процветает, он поет. Я думаю, ух ты да. Там какие-то моры, голоды. И почитайте псалмы. Бог мне говорит, читай псалмы, читай псалмы. Давид был абсолютно отсоединен от всех факторов этого мира. Он говорит, я ни в чем не буду иметь нужды. Потому что ты мой пастор. Ты водишь меня кушать зеленую траву. Ты поешь меня живой водой. И у Бога на заливе, Бога отливов не бывает. Но ты пришел воды попить, а там отлив. Бога отливов нет. О, это было настолько больно, ужасно проходить. Это как ломки у наркомана, который с иглы сходил. О, как только у меня появляется вопрос. И мне обычно или гугл должен ответить, или любимые пастора, которых я слушал. Он говорит, не трогай никого. Еще ответ только от меня. О, для некоторых, кто слушает меня, я брошу вызов. Перестань меня слушать на полгода. Разве пастора такое проповедуют? Эти пастора, да? Соскочи с иглы, которая продержит. Я понимаю, мы проповедуем славу, силу и огонь. Но у тебя должен быть свой огонь. Семья, и Бог часто нас отрывает не от чего-то плохого. Он нас отрывает именно от того, что заменяет нам Бога, что хорошее. Семья, начни искать твоего Бога. Начни получать ответы от Него. Начни просить глубины и мудрости и знания только у Него. И жди, пока ты это не получишь. Ломайся, мучайся, тупи, но не вздумай касаться чужого источника. Жди ответ от Бога. Раньше у людей, про которых мы читаем, таких не было возможностей, как у нас. Люди задают вопрос, почему раньше такое сильное поколение было. Потому что раньше не было духовных костылей, которые сейчас обладают все. У них не то, что было 2 миллиарда проповедников еще с телегами. Все куча книг, каких только хочешь, и беребили переводов. У них вообще ничего не было. У них был только Бог и только его голос. Авраам, что? Пошли. Потом хочешь получить от слова Бога, идешь не к компьютеру, не к видику, не к этому, не к Ютубу. А идешь к Богу, к настоящему Богу. Просто идешь, тебе говоришь, Бог! И он тебе что, сын? У меня есть вопрос. Я помню, Иов даже обиделся на Бога. Он говорит, говорю, он со мной назад не говорит. Знаете, чем у меня история Иова просто колыхнула? Иов настолько разговаривал близко с Богом, что когда Бог задержал ответ, Иов начал психовать. Он такой, я не понял, я ищу его, его нету, где он, куда он убежал. Такого быть не может. И его там, ну, вы помните. Копай свой источник. Ты хочешь быть голосом поколения, ты хочешь войти в историю церкви, копай свой источник. Бог никогда не пользуется копиями, подделками и имитаторами. Никогда. Хочешь поклоняться, поклонение должно вытекать из тебя. Не копироваться и выдаваться. И из тебя поклонение должно течь. Молитвенник. Ты должен молитвы не копировать, которые сейчас везде молятся. Ты должен получить свой источник молитв, оригинал из тронного зала. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Бог мне так же сказал, не пытайся овладеть и сделать что-то, достичь чего-то, если я на данный момент это тебе не даю. Он говорит, отпусти это. Это не мое отпусти. А что люди скажут? А что Бог скажет? Заметьте, что многие служители и помазанники проваливают свои жизни, именно нарушив эти два фундаментальных закона духовной зрелости. Первое. Они или использовали внешний источник силы, а потому что дьявол то, что дает, он то и забирает. И второй момент. Они использовали свой источник, что привел их к высыханию и медленному сгоранию. И так ты и находишь пасторов в блуде, в наркомании, в алкоголизме, вообще плюнул на все и в мир ушел. Вот это люди, которые пользовались своей силой. Вот это они. Итак, внутренний источник – это твое персональное богатство, семья, которое приобретается, уходя в глубины Святого Духа. Как я могу обогатить вас, если это не стало моим богатством? Сам тот момент, что ты сегодня встанешь отсюда и уйдешь немножко глубже и мудрее, это то, что кто-то уже заплатил цену и этим богатством он с тобой поделился. Знаете, Бог мне один раз задал вопрос. Говорит, сынок, подумай внимательно и ответь, семья, трос. Что самое большее в служении, какое самое большое наслаждение ты получаешь? Я подумал и я ответил. Самое огромное наслаждение именно я получаю в тот момент. Когда я получаю от Бога вот это сокровище и потом отдаю его вам. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть для меня, каждый из вас, пожалуйста, ответьте себе на вопрос. Найдите эту эйфорию духовную и вы никогда не будете мучиться. Это сокровище будет строить вас. Я не знаю, это кому-то надо сейчас. Я не знаю, это что-то даже не в конспекте было, это выпало откуда-то. Найди просто это сокровище. От чего ты получаешь самое большое удовольствие? Другими словами, я сейчас нахожу в самом огромном наслаждении для моей духовной жизни, делая сейчас именно это. Бог шаг за шагом исцеляет тебя, делает тебя целостным и полноценным. И когда он проводит тебя через эти ступени, через эти уровни, вы с ним сближаетесь и он становится твоим главным сокровищем. И потом это сокровище, оно становится твоим, ты теперь можешь им делиться. Но чтобы это сделать, необходимо выстроить очень глубокие отношения с Духом Бога, который будет обогащать нас изнутри. То есть он, только он и он становятся твоим единственным источником. Для дьявола это самая опасная категория людей, потому что ими управлять больше невозможно. Потому что Дух этого мира управляет только теми, кто питается и пользуется его силой. Чем глубже мы идем в нашего Творца, тем менее и менее мы нуждаемся в помощи другого творения. В реальности Небесный Отец не может использовать Личность в полную силу, нужды которой покрывает не он. Потому что такая Личность всегда будет иметь опасность начать питаться из другого источника. Последняя история о семье, я заканчиваю. Битва Гидеона это уникальное свидетельство того, что Богу не нужны твои способности или наличие армии, или даже наличие оружия. Бог выбрал Гидеона, который был полностью отсоединен от системы этого мира. Он показал ему у реки 300, которых он отделил отдельно, которые были полностью отсоединены от системы этого мира. А вы помните критерий, по которому Бог сказал, что как отобрать? Я не говорю сейчас пьет, не пьет. Он говорит, убери всех тех, которые могут во время сражения увидеть, устрашиться и навести хаос в битве. Кто-то помнит? Здесь закон. Убери всех тех, которые на этот мир и на действия смотрят своими глазами. Выбери только тех, которые абсолютно и тотально бесстрашны, и им все равно, куда идти, с кем идти и как воевать. Они просто хотят победы. Точка. И последнее. Я бросаю тебе вызов, чтобы ты начал входить в свою собственную зрелость. Всякий раз, когда у тебя появляется нужда, начинай просить Дух Святой, чтобы только Он ответил тебе на нее. Не пиши, не умоляй, не унижайся. Отрежь человеческую силу человека из своей жизни. Испытай своего Бога. Он хочет тебе помочь. Но мы не дожидаемся Бога. Мы не даем Ему даже возможность проявиться в нашей жизни, потому что мы всегда имеем заменитель. Это не легкий путь. Сразу предупреждаю. Но это единственный путь, как сделать только своего Бога своим источником. И так сделай только Его своим учителем, питанием и источником счастья. Аминь. Воздайте Ему славу. Давайте мы поднимемся. Пусть сейчас осядет эта мысль в твоем духе. Просто пусть это переварится в твоем духе. В понедельник, во вторник переслушай эту проповедь еще разок. О, ты получишь больше, чем ты думаешь. Позволь Богу начать вести тебя в Его глубины. Позволь Ему показать тебе твой путь. Попроси Его отсоединить тебя от всего, что им не является. Только Он, семья. Он мое питание, Он моя жизнь. Просто закрой свои глаза и просто поблагодари твоего Бога сегодня. Все, что Он делает, семья. Он хочет приблизить тебя к себе. Ни к пастору, ни к церкви, ни к команде лидеров. К себе. И мне абсолютно не важно, каким людям я близок или далек. Для меня важна одна единственная семья. Я хочу быть Его другом. Я хочу ходить с Ним близко. Но когда ты ходишь с Ним близко, Он начинает поднимать своих друзей. Он начинает обогащать своих друзей. Он начинает благословлять своих друзей. Ты начинаешь становиться благословением для своего поколения. О, просто переподключись на источник Бога. Отсоединись от всего, что не является Богом. Шаг за шагом. Общайся с Ним. Учись у Него. Исцеляйся в Его присутствии. Получи мудрость только там, с Ним. Будь с Ним. Полюби процесс, а не результат. Полюби процесс. Спасибо тебе, Дух Святой. Я верю, поднимается зрелое поколение. Я верю, поднимаются зрелые отцы и матери. Я верю, это поколение будет двигаться из Твоей силы. Я верю, что мы не будем видеть сгоревших людей, которые были предназначены для величия. Мы не будем видеть людей, которые куплены этим миром, хотя Бог хотел дать им царство, богатство царства. Поддайся процессу. Не спеши. Пусть никогда твои желания не будут больше желаний Бога. Просто войди в мир и покой. Проводи просто с Ним время. Твоей целью должен быть сейчас не служение и какой-то результат, а время с Ним. Время с Ним. Просто с Ним. Наслаждайся им. Люби Его. Просто будь с Ним. Спасибо, Дух Святой. И все сказали? Амин. Воздаем Уславу! Да! Мы те, кто любим процесс. Присядьте. Уславу. Продолжение следует. КОНЕЦ. Нима. КОНЕЦ.